Будет рассказ про блошиный рынок. Атмосфера блошиного рынка на Тишинке – это атмосфера праздника. Мне очень нравится общаться с продавцами, которые могут рассказать очень много интересного. Здесь можно встретить антикварные вещи, достойные музеев. Очень много современных вещей, которые дизайнеры делают своими руками. И вот перед вами как раз такой стенд. Это все сделано своими руками, но это пользуется огромным-огромным спросом. И мне особенно это нравится как дизайнеру, потому что здесь очень много подчеркнуть можно идей. И я знаю, что у многих из вас золотые руки, и эти идеи вам пригодятся. Каждый блошиный рынок посвящен какой-то одной теме. Например, сегодня тема – тарелочки, английские тарелочки Челси. Именно этими тарелками награждаются победители ежегодного конкурса садов и цветов, проходящих в Челси в Лондоне. Мне эта тема особенно близка, но об этом я расскажу в следующем фильме. Это тарел очень интересный, очень мало из основописной заботы. По нашим формам, в этом сердце, если мы будем против, мы будем помогать. Мне катюшка уже сказала, что мама, я вообще на тебя пробуждалась. Субтитры делал DimaTorzok На нашем стенде представлены барочные зеркала конца XIX века Франции. Обратите внимание на эту даму. Во-первых, у нее очень красивое платье, сумка. Вы посмотрите, какая у нее очаровательная маленькая черная соломенная летняя шляпка. В XIX веке, перед тем, как сделать мебель в натуральную величину, французские краснодеревщики согласовывали с заказчиками мебель, видя вот в такой маленькой копии. А устанавливаются. Вообще, мы не знаем точно от чего, какие-то детали. Может быть, они были от какого-то большого шкафа или от зеркала. А мне кажется, да, да, точно. Вот женщина, там мужчина. Но у нас в интерьере можно, например, какую-нибудь арку оформить. О, она очень, кажется, массивная, на самом деле очень тоненькая. А внутри расписаны ручные тарелочки. Нашу на Тишинке любят не только посетители и покупатели, но и участники. Многие из них уже несколько лет принимают в ней участие. В прошлый раз я впервые увидела фирму «Княжич». И уже в прошлом фирме. И теперь спешу на встречу с Евгением. Сначала я увидела полки. Такие были у моей бабушки. К тому же в прошлом году я делала фильм об Абранцева и его мастерских. И я не могла о нем узнать их. И, конечно, думала. Но у вас новые вещи появились, да? Ну, периодически появляются, конечно. Да. За танк, откуда идет. Новые вещи прикупаю. Роли Абранцева в развитии русской культуры огромна. Там творили братья Васнецовы, Врубель, Репин, Поленов и другие талантливые художники. Ссылку на мой фильм об Абранцева я дам ниже. Сейчас, секундочку. На первую московскую олимпиаду. В 80-е годы. А, вот эта деревянная тарелка на... Вот эта, на олимпиаду. На олимпиаду в Москву. Да, для гостей. Какие интересные тарелки. Не было, а... Только для гостей. Только для гостей, да. Ну, я смотрю, у вас к Сталину тоже, а... Нет, Сталин случайно. Случайно? Такой вот. А скажите, там мастерские уже сейчас не работают, да, в Абранцева? Это все старое, которое вот было тогда, да? В Абранцевске училище училище училище. Все равно делают. Видите, все-таки тогда рамки считаются... Абранцевскими. Абранцевские до войны. Какие? Да, Абранцевскими закрылись в 30-м году. В 30-м году. И прикольно есть. А, понятно. Поэтому они... Все это старое такое... Ой, а жалко. Я думала, что это будет вечно. То есть выделает музей, а к вам должны приходить. Книжку сделали. А, книжку сделали, да, все-таки? А, где-то лет 15-летие собирали. 15 лет собирали, это как каталог вот этих вещей. Ну, вообще, это очень много у вас. А сколько это? 450 круглевых. 4? О! Иройка, вот все. Потрясающе. Надо было бы лечиться. Слава Богу, подлечился. Заново начал. 3 года назад. А вот это сколько вот этим картинам? Они-то уже 50-е, 60-е годы. Все-таки 50-е. Ну, да, их уже массовым тиражом изготавливали. Ну, тогда процветало, а потом чего за... Ну, а потом уже как-то разучился народ. Ну, они становились все примитивнее, примитивнее. Ой, какая красота, какая красота. И сколько вот это ковш стоит у вас? А из какого дерева? Липа? Липа, да. Ну, я вам успехов желаю. Вот эта полка, она прям в музее, по-моему. Называется Белый. Автор, да. Зиновый. Зиновый. Известные вещи, Кабашкинский. А вот это вот не знаете кто? Нет, вот это не знаю. Непонятно. Скорее всего, это Ивлядская мастерская. А, вот этот? Да. Они вот вырезают так, я имею в виду, что... Потому что я много видела, у моей бабушки даже что-то такое было. Нет, там есть птицы-порпенчика. Как бы... Название такое между собой. Понятно. Знай, о чем он говорит. Даем какое-то название сами, если нет липератора. Это все распространяется. Ладно, спасибо большое. Бан, не ходи. А? Я только покупаю, так бы и не надо. Ну да. Ладно, все, спасибо, до встречи. Можете сфотографировать их релика. Чешская фамилия. А сколько стоит такая красота? Ой, я куплю. Ой, какая красота. Просто вообще сказка. Это шаль? Я ее сделал французу, говорили, да? Нет. Австриец. Ну, это австрийский архитектор, который делал еще такие шелковые шары. Очень маленький тиражок. Они очень у него коллекционируемые, за ним нагибания. Но это не только бабочки, а еще у него там что-то есть. Вообще здесь такая цапля, у него бывают и женщины, но в принципе они у него все в стиле арнуха сделаны. А, понятно. Но это ведь не только он у вас здесь, да? Нет, у меня только одна вещь, остальные очень много разных. А вот это вот что такое? Это очень винтажный палантин марки Лануак. Марка молодая, но очень доступный, еще по неделю. И сколько он стоит? Стырекисище. Шикарный. Шикарный. Субтитры делал DimaTorzok Вот сумки-кошельки, они сейчас опять вошли в моду И, кстати, даже знаю, кто из платков делает Павла Посадских такие сумки Это вот старые, винтаж Потрясающе Посмотрите, деревянная сумочка, вообще потрясающе Да, вот такого я не видела больше А сколько стоит вот такой браслет с головкой? Какой? Зеленый Я вам сказала, браслет, это брошка И сколько же такая брошка стоит? Так, хотя я досла, ну где-то 10 тысяч Понятно А чьё это вы не знаете? Не знаю А чьё? Современная самая работа Ручная Ну вообще потрясающе А это всё современное, да? Нет, только вот эти Только вот эти две головки Продолжение следует... Продолжение следует... Посмотрите, серёжки, брошки, подвесы Потрясающе А сколько стоит вот эта большая брошка с головой Клоуга? 15 тысяч А чьё это? Это современное? Да, современное Да, современное Это его Музыка А, и какой талантливый Это работа молодого талантливого дизайнера Присмотритесь поближе К этим чудесным вещам Может быть, скоро Этот талантливый дизайнер Будет очень знаменит И эти вещи будут стоить Огромные деньги Музыка 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 Запрещено, где у нас все по моему. Ну да, 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 я согласна. А я думала, камин, а это часть какая-то деревянная. А, здесь дерево просто все. Субтитры подогнал «Симон» 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 Ну, вот, кстати, вообще все мне спрашивали про вас, все спрашивали. Дача я поняла, где все такое, а как связаться я ничего не взяла. Мы стоим на воскресенье, а вот вы... Ну, я так поняла, что вы на каждую выставку в страну будете, если что, на следующую. Ну, потому что я вообще... А там еще много мальчиков. Я вообще написала, что глашинный рынок с 17 по 20. Ну, мало ли, может кто-то, знаете как, сейчас лето, дача. Да. Скорее вот осенью все приедут. Да, осенью больше. Да. Это я часто живу. Ну, это понятно, но вот... Мои-то все на даче уже, вот, подписчики. Ну, садиться и встретить. Да. Ну, очень я рада, что... Я так рада, что я вас снова увидела. Желаю, чтобы у вас все это разошлось как можно скорее. Если на эту вот и выйду, то осенью, я думаю, что приеду очень много народу. Потрясающе. Спасибо. А я с вами прощаюсь, дорогие друзья. До новых встреч. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова